Всем ку, это Элли, и сегодня со мной кто у нас? Вальпина Юрсон, да. Привет! Сегодня у нас очевиднейшая игра, Троян. Пока мы пытались с ним разобраться, мы уже умерли от звуков рекламы вискоса. Уже сами захотели съесть его, так, соблазнительно очень. Если вы никогда не ели кошачий корм, вы не ели этой жи... вы не жили этой жизнью. Вы не ели этой жизнью. Ранетки-валетки. Да-да-да. Это история о маленьком и пушистом котенке Трояне. Подождите, чё, как его делали? Нормально, заявись. Троян, любимец всей семьи. Он очень добрый и милый. У меня где Wi-Fi, тупые обезьяны. Гандоны, реально. Ай, тупые, лысые, двуногие. Этот кот очень дружелюбный и общительный. В общем, кошмар. Чудо. Шикарно. После продолжительных поисков Троян наконец нашёл Wi-Fi и залез в ВКонтакте. Приш... подожди, что? Брат без брата, как Новый год без салатки. Я не видела эти мемы с года десятого, наверное. Пришёл домой, смотрю, пыль лежит. Да и думаю, я полежу. А чё не полежу? Смотри, мое высочество, мои придурки, моя морда. Мой срач. А какие-то неудачники написали мне. Мои лохи. Да? Да. Улу-ложка. Улу-ложка, но... Другой съемок. Да, но бюджетный, да. Да. Давай. Ты урод, какой хер ты на меня наговариваешь? Еблец захотелось. За что? Как грубо, сейчас напишу адекватный ответ. Ну-ка, ну-ка, чё там? Сука, это гениальная игра. Просто. Ммм. Кто, почему ты ощущаешь меня как шоколота какая-то? Ты ведь говорила, что ты учёный. Ммм. Так, дальше. Ладно. Что? Ника, сейчас. Что? Увеличение хвоста. Он и так у меня длинный, но киски любят большие. Посмотрим. What the fuck? Твою мать. Про кошек, если что. Да, да, да. Ютуб не бань. Да, да, да. Ютуб, это всё... Это кофе. Выйдя из просторов интернета, Троян задумался. Чем же ему заняться в этот прекрасный день? Отвратительный день. Даже в тапки гадить не хочется. Придётся выйти на улицу. Ну, кстати, да. Было такое. Как жизненно. Троян забрался на подоконник... Подоконник окна. А, ну... Ну, ладно. Да, выпрыгнул на улицу и весёлой походкой устремился, куда глаза глядят. Чуть позже. Стать особенным легко. Да-да, нарисуй ты циркульным... Блядь. Я сломалась. Окей. Это возможно, если отпустить. Наш котёнок медленно шагал вдоль забора, как вдруг из-за угла вышел какой-то мужчина. Увидев пушистое чудо, он умилился. Какой милый котёнок! Это чё ещё за мудак? Очень ласково. Я добрый. Что ты промяукал, котёночек? А чё с ним, у него косоглазие развилось? Да, блядь. Что ему ответить? Добрый или злой ответ? Я отвечу злой, потому что я добрый. Справедливая так же. Гони бабки, мешок костей! Что? Чё слышу, идиот? Деньги на бочку! У тебя котом мал, но не нулевой. Воу-воу-воу! У тебя нож! Батя подарил карманы воровачивай! Воровачивай, блядь! Воворачивай! Балабок! Но у меня только сотка! Ой, это я по жизни! Фу, нищеброд! А теперь сваливай, а то ща отрежу! Цензура! Фуй! Его, да! Его тоже! Мило побеседовать с прохожим! Очень мило! Троян начал думать, что же делать с подаренными деньгами! А, он серьёзно? Он отдал ему деньги! А, сотку? Пойду в бар и нажрусь! Правильно, так и надо! В баре! О, ебать! Он чё, в крови? Я не знаю, энергия, мана, жизнь! А, он в жизнях! Жизнь это кровь! Ну да, Катана тоже! Да-да-да! Когда Троян вошёл в заведение, то увидел бармена и одинокую девушку! Да, бармен приняв заказ, юркнул под стойку! Наш котёнок, ожидая заказ, посмотрел на единственного посетителя в баре! О, стыдя! Им оказалась девушка со светлыми волосами и приятной наружности. По её заплаканному виду... Слышь, рассказчик, когда ты заткнёшься? Ты чё, блядь? Не понял? К Коля на рассказчика наезжаешь, но... Я сейчас из экрана вылежу! Ничтожество! Троян попросил рассказчика покинуть место событий, что он поспешно и сделал. Меня выгнали просто... Тверь там! Вот что передо мной на самом деле! Передо мной типичная ТП-шка! Ну, ещё о всякой чепухе! Батя, она, короче, модно этот... Хэви-метал слушает, видимо. Ага, реал! Эй, мэй, бра, о чём сопли пускаешь? Что за тётю? Ты? Я... Мне так плохо! И по какой одиотской причине? Меня парень бросил! Ой, ещё бумить из-за этого! Бросил, потому что нашёл какую-то херню! Наркот... Ой, осуш... Ой! Ладно! А... Херню? Чужие сосиски в шкафу? Да! Ну... Так, у меня два варианта. Успокоить курица, обвинить ее во всех грехах. Давай успокоим бедную девушку, хотя я не знаю, что ждать от этого кота. Господи. Ну давай успокоим, ладно. Как бы мне смешно не было, но ты не виновата. Встречаются хорошие и плохие люди. С некоторыми ты проживешь всю свою бездарную жизнь, а с некоторыми после первой встречи уже общаться не будешь. Смотри на жизнь оптимистично, и слюнявить в барный столик больше не придется. Я аж до речи потеряла. Услышав столь трогательную вещь, рассказчик вернулся, дабы прослезиться и сквозь слезы сказать, что Троян способен творить незабываемые вещи. Ой, вдруг из ниоткуда интересная беседа девушки Трояна прерывает пес. О, собака. Пес. Собака интеллигент, можно я за нее? Хорошо, хорошо. Что за невежественную беседу я слышу? Мои глаза слепнут и молят о пощаде, когда я вижу такое обращение с дамами. А ты че за олень? Тявкин. Для вас, мсье, я господин Тявкин. И мое воспитание не может позволить мне такого хамского обращения с мадемуазель. А как же зовут этого недалекого джентльмена? Сам ты недалекий, блядь, пскина. Я Троян, ёпта. Я не знаю, чем ты тявкаешь, но за базар ответишь. Я сейчас так тявкну. Давай. Вот-вот-вот-вот, тогда я вызываю вас на дуэль. Литературный дуэль. Кто больше расскажет стихов? О, господи. Да расплюнуть. Ой, мне страшно. Мне тоже страшно. Я сейчас Троян как выдаст это. Вы любите розы, а я на них. На заднем дворе этого помещения сейчас же. На заднем дворе этого помещения. Злая бяка. Злая бяка. А там еще кроги, видишь, мусорка, сердечко. Сердячки. Да-да-да. Автор новеллы. Страшная обнитва ждет нас, и кто победит, неясно. Трояну осталось надеяться только на себя. Вы готовы, месье Троян? Он скоро... Да, с чашкой чая. Ща захерачу. Трояну осталось надеяться. Что? Мстье. Истину глаголите, однако. Но я лучше. Мой друг есть радость и любовь. Есть все, что будет вновь и вновь. Ха в других сердцах, не в наших. Но, милый брат, и я, и ты. Мы только грезы красоты. И только капли вечных в чашах. Нет цветающих цветов. Не погибающих садов. Хуйня. Полная хуйня. Черт, я проигрываю. Надо что-то зашибенное. Давай о котятах. Да, я тоже подумала о котятах. Милый пушистый котенок. Его погладить хотел, но этот чертенок причинил мне много страдания, сказав, давай, до свидания, раунд. Боюсь, скоро настанет конец, но я не сдаюсь. Веселый беленький котенок. Живет у нас почти стыль. Монок, любитель кушать и играть, любитель шерстку облезать. Пора с ним кончать. Так, ультуем, короче. Вот клуб, в котором тусуется Таня. Какая Таня? А это Анжела, которой не было предела в клубе, в котором тусуется Таня. Ебать. А это паренек. Че? А, скипнула, блять. Ну ладно. Вот Васек, который с наркотой пришел к пареньку, который... А это паренек, который резвился с Анжелой, который не было предела в клубе, в котором тусуется Таня. Ёпка. Давай дальше. Вот Васек, который с наркотой пришел к пареньку, который резвился с Анжелой, который не было предела в клубе, в котором тусуется Таня. Вот полицейский, который на пол уложили Васька, который утверждал, что наркота паренька, Который резвился с Анжелой Который не было предела в клубе Которым тусуется Таня Ебать, а чё там, сколько ещё? А вот солдаты армейские Которые нашли обдолбанных полицейских Которые хихикали вместе с Васьком Который с наркотой пришёл к пареньку Который резвился с Анжелой Который не было предела в клубе Которым тусуется Таня Ёп, сосать Слышь, съела хавка Шавка, блядь, шавка Будешь знать, у кого здесь яйца У курицы Ладно Это был очень сильный удар Но у меня есть сила для решающего удара Таак Собака, короче, порешает По-послану В тяжёлой битве не на жизнь, а на смерть Побеждает благородный троядок По идее, победитель достоин шлюх и бухла И где это всё? Вдруг наш герой услышал какой-то пизг за забором Это моя нервная клетка последняя Это нормально, у нас каждый день такое Троян, недолго раздумывая, перебрался через забор Он увидел маленькую мышку с кусочком сыра, который она крепко держала лапками Мышка тяжело дышала, как будто от кого-то убегала Выйдя в кота, она хотела убежать, но сил у неё не было Не бойся, шмакозявка, я тебя не обижу Мышка посмотрела на Трояна и облегчённо вздохнула Я не заметила, погнался за мной с намерениями убить Я смогла сбежать, но боюсь, этот мужчина близок Помогу тебе, как два папка Аббаса Только у меня вопрос Откуда у тебя этот бант? Автор мне решил нарисовать бантик, чтобы была похожа на девочку Девочку А чё, типа А чё, типа, так не... А, ну, кстати, это старый стереотип Стереотип из мультиков Ну, да, 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 да Тогда, типа... Девочки с бантиками Да, вот так отличают Автор, хитрая жопа Чё за топот? О нет, он уже рядом Блядь Что за дядь Валера? Нихера у него Ты видишь, какого у него про... Теперь горизонтальные полосочки ЧЕЛОВЕК Подожди Чё за мнах? Вот этот мужчина гонялся за мной Это ж наёмный убийца Жопа Я покажу, как вы у меня воровать цесунки Это... БАРЛУКА БЛЯДЬ ЧЕ ПРОИСХОЕТ ЧЕ ПРОИСХОЕТ ЧЕ ПРОИСХОЕТ ЧЕ ПРОИСХОЕТ ТРОЯН Обе... Что? Обретя 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 скорость света Умчался проще с незнакомой мышкой Далеко от места взрыва Бесплатные кексики И злые глаза Мне там не нравится Ну, как обычно Из своего барьера наши герои оторвались от опасного убийцы Надолго ли? Ух, чтоб я облысилась, что за псих попался Эм... Спасибо тебе большое, ты спас меня И какой ценой? Я похудел, кошмар! Ну, не ел минуту, да? Ага Пофиг Да Пофиг Раз уж я тебя спас, то ты должна мне оплатить Кстати, как тебя зовут? Меня Маруся зовут Бабуси долго не живут? Говорим громче, мямли Маруся Маруся Мое имя Ясно А я Троян Как ты собираешься мне отплатить? Я не знаю И снова ясно Ладно, отплатишь как-нибудь А сейчас мы... Заколебали Кого там снова привалило? Ты кто? Боже Что это такое? У нее космос в глазах Ага, она была... Рассказчик Шатап Сейчас снова фигню сморозишь Давай я все, я расскажу С кем ты разговариваешь, Троян? Эмм... Ты его не слышишь? Кого? Ну этого, рассказчика Он всегда несет какой-то бред И его имя написано серым цветом Извини, я не понимаю о чем ты У Трояна шеза походу Да как так? Разве ты не видишь текста внизу? Белая за экраном Щелкаешь... Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Я схожу с ума. Жиза. Ну ладно, мы отвлеклись. Продолжим. Точно, ёпта. Итак, передо мной больная девочка, которая после каждого предложения кричит «ня». Её состояние можно описать в двух словах. «Ме» равно три? «Равно три», да. Типа смайлик с котиком. Такой миленький котёрок, «ня». Я вообще-то не котёнок, мне уже 4 года. Подумай, ему 4. Да, взрослый молодой человек, 4 года. Да, пошлый. А ещё котёнок может бухать и материться матом. Ой. А котёнок ещё может бухать и материться матом? Думаю, да. Нет? У неё странное суждение. Разговор рассказчик тоже забылся. Может, она ошиблась новеллой? Вероятно. Кстати, возможно, что ты делаешь тут, тем более ночью? Одна. Я ищу гриб упортости. Не? Да тебе он не нужен. Мне кажется, хватит, да? Да. Что это за гриб? Я многого не знаю. Я слышала об этом грибе. Смешная легенда. Ты думаешь, он существует? Я не уверена. Не? Но я чувствую его очень рядом. Не? Найти гриб чисто. Мне надо найти гриб. Вот вы где, поросята? Блядь, он как в Outlast'е, этот чел говорит. Поросёночек. А, блядь. 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 Апостроф. Н, G, N, S. G. Не важно. Блин, на вторую испугу раскладку забыл сменить. Кого ты это поросятами назвал? То есть... Как ты нас нашел? Я чую врагов в радиусе 100 километров. Что нам делать? Молиться. Богу? Нет. Стату Архонта, да. Нет. О, Всевышний Автор, спаси и сохрани нас от психоконченного. Вдруг сверху что-то засветилось ярким светом, но ничего не было видно. Когда свет ослаб, все сверху увидели гриб-упоротость. Гриб-упоротость. Нифига, он существует. Ня? Гриб несколько секунд парил в воздухе, но резко сдвинулся. Бах! Нам! В потерянный глаз. Мне кажется, или он мертв? Гриб-грибочек, ня? Наконец-то, ня? Пойду веселиться, ня? Пиздец, странно. Я бы сходила на гриб и побежала прочь. Слава богу. Куда пойдем дальше? Ммм. Уже ночь, думаю, можно сходить на тусовку. Ты уверен? Конечно, ёпта. Но перед этим надо чуток, чуток развеселиться. Я знаю одного чела. Ой, мне страшно. Пойдем. Мне страшно. Мне хочется плакать. Ой-ой-ой. Блядь, смайлик. Туса. Когда наши герои пришли к клубу, веселье только начиналось. Сейчас самый разгар вечеринки. А вот и... Стоп. Какого хера? Почему мы с правой стороны? Ну, автор захотел разнообразия. Разнообразия ему захотелось, мудак. Сейчас как? Троян, господи, не надо. Так-то лучше. Что-то мне тут не нравится. Да все пучком. Для начала надо сходить к моему знакомому. Трояна с Маруфи завернули за клуб. Сейчас они закидаются грибным супом. Бля, сландерина. Та самая мусорка. Здесь собралась знакомая и дружная компания Трояна. Сливки общества. Сливки? А среди них был тот знакомый, который нужен нашему коту. Троян, братуха, че как? Решил сегодня повеселиться? Конечно, давай как обычно. Держи. А, это ты. Блядь. Ладно. Держи, бро. Вдруг Трояна... Трояна передал что-то нашему герою. А, друг Трояна. Что это такое? Кошачья мята. Отменная шняга. А ты уверен, что это безопасно? Ну, пока я не сдох, значит безопасно. Ну, жизненно. Ну, в смысле? Не кошачий мент. Поехали, детка. Мир вокруг Трояна преобразился. Все раскрасилось раковыми цветами. Намного лучше, поэтому Троян сказал. И здесь штырят на сайте танцевать. Не теряя ни секунды, наш герой отправился на танцпол. Он двигался как ангел. И бах. Это просто, что весь народ уступил ему место посередине танцпола. Только он один, только музыка и никого больше. Охереть, как круто. Я просто бог танца. Диджей. А теперь встречайте наших вип-гостей. Троян и... Бэтмен. Чего, блядь? Где детонатор? О, Бэтмен, давай ты си, чувак. Где детонатор? Бэтмен и Троян танцевали в середине зала. Все смотрели на них и восхищались. Автор тоже поел грибочков? Видимо, да. Мне так весело, что я теряю сознание. Провал. Господи. Башка трещин. Подождите. Мне все это приснилось? Эх, ну ладно. Бэтмен, что ты здесь делаешь? Где детонатор? Ага, хорошо, отожгли. Только как я дома оказался? А, пон. Понятно. Чего за... Гриб упортости. А я грибочек. Что происходит? Дед, это игра гениальная. Это вообще, я в ахуе просто. Да я сама в полном ахуе. Я тут под стол вообще сползла. Я не знаю, у меня смешанные чувства. Мне вроде нравится, а вроде не знаю. Мы с Томи не очень. Какого кринжа и упортости я давно не встречалась. Ну это плюс, кстати. Что? Как? Да шучу, я праздник, придурок. Че? Ай, сука. Шлепок. 28 ударов рукой. Вторая начнутся на ветке дерева, уже было утро. Маруся была рядом. Блин, башка болит. Маруся, видела, как я отжигал? Это все видели. На Юсру. Тоже. А Бэтмена видела? Такая, ты че? Ясно. Фух, ну вот эта ночка была, теперь домой. Только я застрял. Кто-нибудь, пожалуйста, спустите котеночка с дерева. Блядь, опять Вискос заиграл. Я спущу их, мадам. Ладно, не на... Сейчас, сейчас к их стрельну, дерево точно упадут. Та, фу. Взрыв. Да, блядь. Все? Бруталка. Автор прошлого. Блядь. А, это все? Это вся игра? Я не знаю. Также музыка, у которой я не смогла найти название. Канал Тернокты Химаря. За вдохновение грибов портости спасибо. А. Конец. А, да. Если вы выдержали, это спасибо. Конец. У меня нет слов. У меня просто нет слов, чтобы это отписать, ребята. Дорогой дневник. Вот именно, дорогой дневник. Просто... Я в полном ахуе. Ну что? Мне не привыкать, короче, и вам тоже к упортости, потому что это будет проходить бесконечно, по-моему, все мои видеоборты. Но я думаю, что мы какую-нибудь игру поинтереснее запишем. Ну, более адекватную еще. Если, конечно, наша дорогая не против. Будет. Я не против. Я умер. Короче, я оставлю ссылочку в описании на Вальпину Юрсун. Благодарю. Благодарю. Так что не забываем заходить на каналчик, но не забываем про меня. Не уходите, мои 100 подписчиков, пожалуйста. Подписываемся, ребята. Да, все. Всем ББ. Всем пока. Давай, попрощайся. Пока-пока.